В Екатеринбурге, в Свердловском ГУМВД на Ленина 17, полицейские подбили итоги профилактической работы по выявлению резиновых хат, то есть квартир, в которых алчные хозяева незаконно прописывают мигрантов. Об этих результатах отчитался руководитель пресс-службы ГУМВД, настоящий полковник Валерий Горелых. Тема резиновых хат стала особенно актуальной на Среднем Урале после того, как под суд попал хозяин самой резиновой квартиры в наших горах, а может и во всей России, Вячеслав Макеев, который за несколько лет угораздился прописать в своей однушке площадью 16 квадратов на улице Баумана 9274 южных мигранта. Это был реальный бизнес. С каждого гастарбайтера Макеев брал от полутора до пяти тысяч рублей. Ну то есть, если тупо перемножить цифры в чужом кармане, то это порядка 30-40 миллионов рублей. Напомню, что 20 сентября мировой суд выписал Вячеславу Макееву 400 тысяч рублей штрафа за фиктивную постановку на учет иностранцев. Впрочем, все это было известно. Сейчас будьте любезны свежие цифры по теме от ГУМВД. Итак, в этом неполном году полицейские в Свердловской области сняли с миграционного учета более 18 тысяч иностранцев. Надо полагать, половина из них была поставлена на учет одним Макеевым. А с регистрационного учета были сняты 200 граждан России, прописанных в резиновых хатах. В отношении собственников резиновых жилищ полицейские возбудили, прикиньте, 678 уголовных дел. Однако к ответственности было привлечено всего 87 нарушителей закона. Вилка наказаний от 100 тысяч штрафа до реальной посадки. Теперь немного конкретики от полковника Горелых. Некая женщина, в течение месяца поставившая на миграционный учет в своем адресе 36 иностранцев, получила реальный срок. 5 месяцев в колонии-поселении. Кто-то скажет, нифига себе, у Макеева почти 10 тысяч мигрантов на учете, а у нее всего 36. Ему штраф, а ее за решетку. Ну, во-первых, все судьи люди и у каждого свои представления о жизни. Во-вторых, эту женщину за год до приговора дважды судили за те же преступления, и два раза она отскакивала штрафом в 100 тысяч. Не вняла, в зону отплыла. Хотя какова была цена вопроса? 36 мигрантов, ну пусть даже по 5 тысяч с каждого. Смешно сказать, 180 тысяч в месяц. Ха, копейки по сравнению с макеевскими миллионами. Еще одна дамочка за фиктивную регистрацию гостей с юга получила 9 месяцев условно и тоже до приговора имела 2 судимости за те же преступления. Еще одна счастливая обладательница резиновой квартиры, до того трижды судимая и получавшая штрафы 60, 100 и 120 тысяч рублей, по суду отхватила условный срок заточения на 8 месяцев плюс 200 часов обязательных работ. Но это, надо полагать, самые выдающиеся приговоры за резиновые хаты, выхваченные из статистики полковником Горелых. Что можно сказать по итогам? Ну, не сильно-то люто, у нас в горах карают за прорезиненность жилья. 678 уголовных дел, 87 привлеченных к ответственности, и всего одна женщина реально села. Да и то на поселение. Хотя вообще-то, те статьи, по которым возбуждались дела, тут те и организации незаконной миграции, эффективная регистрация, эффективная постановка на учет и подделка документов, предполагают посадку в зону на 40 от 3 до 5 лет в пиковом случае. Но в основном судьи бьют резиновых преступников не неволей, а рублем. Продолжение следует...